Шоу «Вечерний дозор» на милицейской волне. Сердце отпускает грусть. Здравствуй, невеста! Здравствуй, красивая! Быстрая доля будет счастливая. Ангел подхватит цесинку хрустальную и запоет песню венчальную. Здравствуй, невеста! Облако чистое, белой черемуки, ветка душистая. Переживаешь сейчас, ты, наверное, знаю. Будешь женою, ты верною. По ступенькам платья складки Будет горько, будет сладко, да. Замуж раз и навсегда. В руке твоей сгорает свечка, Ты на пальчике колечко свечет. И любовь во мне совет. Здравствуй, невеста! Здравствуй, красивая! Пусть твоя доля будет счастливая. Ангел подхватит цесинку хрустальную и запоет песню венчальную. Здравствуй, невеста! Облако чистое, Белой черемуки, ветка душистая. Переживаю сейчас, ты, наверное, Знаю, будешь женою, ты верною. Здравствуй, невеста! Здравствуй, невеста! Кеветка душистая, переживаю, сейчас ты, наверное, знаю, будешь женою ты верною. Шоу «Вечерний дозор» на милицейской волне. Добрый вечер, уважаемые друзья! Всех приветствуем! Это «Вечерний дозор», «Милицейская волна». Дэн Соколов, Дмитрий Широков, Аллочка Никитина и Алусик. Представляй! Человек, который красивее всего поет о любви, замечательный артист, автор, исполнитель, любимец наш Сергей Любавин сегодня в студии «Вечернего дозора». Привет, Дима! Привет, Аллочка! Привет! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели «Милицейской волны». И, вы знаете, очень приятно, не так часто встречаемся. Хотелось бы чаще в этой уютной студии что-то рассказать новенького. Вот давай рассказывай, кроме новенького, что тебя радует сейчас, вот в это время? Такая песня у меня есть новая «Просто радовать». Я на концертах всегда, говорю, вот сейчас в Белоруссии были, говорю, у белорусских мужчин и у российских. Да. Основная проблема, чего хотят женщины, и так все сначала сразу просто на автомате психологию прочувствуете «Любви!». А потом раз, полсекунды пауза, денег, шума, там тык-тык-тык начинается, да, вот этот ловитончик там вот так. Все это идет, это на круги своя, вот. Ну, а песня, на самом деле, что человек вот просто считает, что надо просто радовать женщин, ну, так или иначе, хоть сумочкой, хоть просто поцеловать, об этом он и поет. Ну, тогда уж, простите, я не могу не задать этот вопрос, Сереж. Накануне такого чудесного весеннего праздника, когда женщинам как никогда дарят больше цветов, были ли у тебя какие-то необычные подарки любимой женщине, вот чтобы вот так вот раз ты такое что-то вот придумал такое? И обрадовал вот так вот. Я всегда говорю, что вот наша профессия, в чем минусы там, понятно, перелеты, переезды, но в чем огромный плюс, это в том, что у нас практически через день, или иногда каждый день, это праздник, а в той связи, что мы лирику исполняем с моим коллективом, у нас практически это все идет каждый день 8 марта, и мы каждый день дарим женщинам вот эти подарки в виде песен, есть у меня номер шикарный, где цветы, раздаю зал там на эту женщину, с букетом выхожу и по цветочкам дарю это все, ну, вот какие-то такие. Всему залу. Ты знаешь, очень многим перепадает. Я говорю, это самое, обычно это же Россия, вот Белоруссия, столько женщин, говорю, тут грузовик надо с розами подгонять, и то не хватит цветов, говорю, для вас, вообще все сидят такие красотки, вот. И потому для меня, в общем-то, это не один день в году, я не выделяю 8 марта, вот там Клара Цеткин придумала, когда давайте в этот день всех женщин чествовать. Надо их в силу моей профессии чествовать почаще, и любить, целовать, носить на руках, в первую очередь, чтобы они ходили к нам на концерты, тут тоже такой момент, их было побольше, этих красоток с горящими глазами. Вот это, наверное, смысл вообще всей нашей профессии, и, отвечая на твой вопрос, как раз смысл этого 8 марта. Пусть оно длится вечно. Уклонился все-таки от ответа, но как красиво, а? Вот что, знаете, о любви умеет не только какие-то говорить. Ну а что, цветы и любовь, все же понятно. Да? То есть цветы и любовь? Ну, конечно, это основа, вот, а там какие-то вещи... И серенады под балконом. Да, я, естественно, дарил какие-то... А вот, кстати, да, вот эта вот тема была, вот, особенно в студенческие годы, я вспоминаю, это, наверное, лучший подарок, когда мы там с ребятами, с музыкантами в общаге, три часа ночи... Особенно для коменданта хорошая фасадка. Старушка комендантша дремит, и вдруг как дали верхние добы, там, это самое... Ой, красота. Все взлетят от такого счастья. Сережка. А третью ночь старушка комендантша могла уже, так сказать... Разрешить войти, лишь бы только не шумел. Сереж сегодня к нам не с пустыми руками пришел, это очень приятно. «Небо над Римом». Расскажи об этой песне, мы прямо сейчас ее послушаем. Да, совместная работа с замечательным композитором московским Сергеем Ревтовым. Такой известный человек, он достаточно скромный, и так вот я в кругах таких вот его знаю, естественно, но не настолько, как вот имена, я не знаю, там, вот, Паулс, там, Юрия Анту, хотя вот я считаю, у него 27 премий только «Песни года». Он написал альбом Томасу Андерсу, и одна из песен вошла в чаты европейские. То есть такой вот человек, как бы, и... Ну, это его регалии, просто звезды на погонах. А так, я считаю, что один из лучших мелодистов сейчас, из молодых ребят на российской сцене, и вот с ним сделали две работы. Как зовут-то? Сергей Ревтов. Еще раз хочется легендарную фамилию запомнить. Сергей Ревтов, да, можно набрать это самое, вот. В Ютубе. И на одной из лучших московских студий записали эту песню «Небо над римом». Приехали к нему, он показал вариант, и это редкий тот случай, когда я обычно всегда, вот, видимо, в силу образования-то вмешиваюсь, если беру какую-то чужую песню, меняю какие-то слова, что-то корректирую под себя. Тут вот тот редкий случай, когда практически мы ничего не правили в тексте, и песня получилась такая модно-лирическая, как я ее называю. Там, во-первых, саунд такой уже совершенно современный. Какие-то плагины использовали, вот. Они новые, модные. И, в общем-то, песня получилась. Тем более, что фанаты мои девчонки сняли на фильм известный, «Римские каникулы». Вот это видео сумасшедшее, вот это с этими вот ребятами, Грегори Пэк, там вот актриса. И, конечно, это все романтика супер. Ну, давайте о видео попозже. Прямо сейчас все-таки заслушаем эту песню. «Небо над римом». Сергей Лебазин. Шоу «Вечерний дозор» на милицейской волне. Небо над римом рыдает ливнем, жалко, что я не бог. Я бы тебе написал картины, если бы только мог. Небо над римом пока красиво, солнце уже все ниже. И облака еще чуть-чуть плаксивы, ты далеко в Париже. Ты мне теперь чужая, на расстоянии метра. Увидимся ли, не знаю, скажем теперь привет ли. Ты мне теперь чужая, но на душе не легче. Ты мне теперь чужая, лучшая в мире из женщин. Люди за гримом рисуют взгляды, лица скрывая вновь. Если бы ты оказалась рядом, я бы узнал любовь. Я не пытаюсь казаться кем-то, мне никогда не стать. Тем, с кем ты делишь четыре стенки и рядом ложишься спать. Ты мне теперь чужая, на расстоянии метра. Увидимся ли, не знаю, скажем теперь привет ли. Ты мне теперь чужая, но на душе не легче. Ты мне теперь чужая, лучшая в мире из женщин. Ты мне теперь чужая, на расстоянии метра. Увидимся ли, не знаю, скажем теперь привет ли. Ты мне теперь чужая, но на душе не легче. Ты мне теперь чужая, лучшая в мире из женщин. Ты мне теперь чужая, лучшая в мире из женщин. Ты мне теперь чужая, лучшая в мире из женщин. Шоу «Вечерний дозор» на «Милицейской волне». Друзья, мы продолжаем. Это «Вечерний дозор» «Милицейская волна». Сергей Любавин у нас сегодня здесь, в гостях на студии радио «Милицейской волны». Сережа, а вот ты рассказывал, что твои поклонницы или, скажем так, те девушки, которые очень сильно любят твое творчество, вообще прям сильнее всех, они сделали даже видео. А ты сейчас планируешь снимать какие-то клипы, делать какие-то именно видео истории со своими песнями? Обязательно будем это делать. И, в принципе, я просто не хочу забегать и предварять какой-то, знаете, какой-то загадный, бывает богатый, то, что называется. Ну, есть в планах, есть дуэтная история в планах со съемкой клипа, и есть в планах сольная тоже песня, а на нее что-то отснять, что-то интересное. Вот, потому сейчас такое время, мало очень источников, как сказать, где это можно покрутить, эти клипы. И в основном это, понятное дело, все в интернете происходит, и поэтому, вот. А с другой стороны, постоянно, если касается интернета, не хочется же тратить какие-то огромные там средства, выделять на это раз. Телефон еще с хорошей камерой. Нет, а с другой стороны, хочется качественно снять, задействовать качественного оператора, чтобы он выбрал свет хороший, чтобы это была все-таки уровневая работа. И поэтому вот постоянно вот это вот идет внутренняя такая борьба. Ну, мы с ней справляемся, я думаю, что будут достойные работы, но в планах это и есть. Слушай, мне кажется, у тебя такие группы поддержки в том же «Контакте», в «Одноклассниках», что только вот в эти группы положи, и будут миллионные просмотры. Вот это, я пользуюсь просто возможностью и всему своему фан-клубу огромному в стране, у меня в Америке есть, в Германии, в странах СНГ. Огромный привет и огромное спасибо. Вы знаете, какие они молодцы. Это просто, они мне какие-то сшили сумасшедшие такие вот мелочи, чехлы для костюмов, где там это написано прям такими крупными буквами. Сергей Любавин, латинскими. Это не мелочи, это очень полезная штука. У меня директор, Дима, уже идет по аэропорту любому, по вокзалу уже знает, кто идет. Класс. Фломастеры увидели, я там подписываюсь где-то пару раз, фломастер подписываешь, там диск после концерта кончается. Каждый концерт практически по мешку фломастеров, я не знаю, чтобы не кончались. Да, 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 чтобы не кончались. Вот такие вот какие-то вроде мелочи, но вот приятно именно то, что люди об этом помнят. Это полезные мелочи. Да, 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 люди об этом помнят, и взаимодействие у нас как бы с ними, такая дружба, она не на бла-бла, а вот на какие-то вот такие вещи, какие-то мелкие такие вот приятности они делают. А у тебя проходят с ними прям встречи, как это бывает, чтобы вот просто ты где-то давал небольшой, ну, такая вот творческая встреча, закрытая, да, только с участниками фан-клуба. Это, кстати, идея неплохая, Дим, такого не было именно в реалии, но я думаю, нужно организовать, особенно такие города, Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск тот же, вот там как раз можно было бы сделать. Хотя в Новосибирске у меня до сих пор, я этому безумно рад, приезжаю с концертом, это, Петрович, а ты меня не помнишь, сколько лет, а что это самое, так вот у меня три внучки, а мы в садик с тобой ходили еще. Помнишь, а в садике-то нам это, рыбий жир там, вообще жесть. А помнишь, ты компост там есть свой отдавал? Садика со школы, с института, и человек по 30 собирается, по 40, мы там в кафе идем, потом сидим, как-то вспоминаем. У них-то они нечасто тоже встречаются, потому что огромный город, и поэтому, а тут... Повод. А здесь повод. Им все равно, а мне приятно. Сергей Петрович приехал. Сергей Любавин. И к нам сегодня приехал, мы от этого радостные, на Милицейской волне в Вечернем дозоре. Вернемся через пару минут. Шоу «Вечерний дозор» на Милицейской волне. Милицейская волна. Попанутый зажигай, гай, гай, здесь девушки огонь, и ночь пройдет. Гуляем через край, 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 здесь наше никогда не пропадет. Моя душа огонь, она как вольный ветер. Попанутый зажигай, гай, гай, здесь девушки огонь, и ночь пройдет. Гуляем через край, 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 здесь наше никогда не пропадет. Качает низкий бит, 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 девчонкам невозможно устоять. Вот это славный хит, 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 чтоб только от любви лишь умирать. Священная земля, над нею кружат шаттлы. В Нью-Йорке и Москве, в Париже, в Астане. Попанутый зажигай, гай, 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 здесь девушки огонь, и ночь пройдет. Гуляем через край, 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 здесь наше никогда не пропадет. Качает низкий бит, 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 девчонкам невозможно устоять. Вот это славный хит, 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 чтоб только от любви лишь умирать. Попанутый зажигай, гай, гай, здесь девушки огонь, и ночь пройдет. Гуляем через край, 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 здесь наше никогда не пропадет. Качает низкий бит, 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 девчонкам невозможно устоять. Вот это славный хит, 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 чтоб только от любви лишь умирать. Милицейская волна. Шоу «Вечерний дозор» на милицейской волне. Шоу «Вечерний дозор» на милицейской волне. Пока не поздно, вы говорите, Слава простые, слава святые, глаза глядите. Ты как светенье в дикой природе, И для меня как будто в ладе. Для Володи заеду в гости, заваришь чаю, Я расскажу, как часто по тебе скучаю. И я одеваю тебя в ароматы, И в красоту простых мелодий наряжаю. В чем же, родная, мы виноваты, В том, что грешны, или в том, что бесконечно святы. Ты как светенье в дикой природе, И для меня как будто в ладе. Для Володи заеду в гости, Заваришь чаю, Я расскажу, как часто по тебе скучаю. Ты как светенье, В дикой природе, И для меня как будто в ладе. Для Володи заеду в гости, Заваришь чаю, Я расскажу, как часто по тебе скучаю. А на светенье в дикой природе, И для меня как будто в ладе. Для Володи, Так получилось, В чем виноваты, За что мы с нею на кресте одном? Распяты, За что мы с нею на кресте одном? Шоу «Вечерний дозор» на милицейской волне. Друзья, мы продолжаем это «Вечерний дозор». Сергей Любавин у нас сегодня в гостях. Сереж, уже сколько мы с тобой говорим, А ты так еще не обозначил. Дни, когда те люди, которые тебя очень любят, Могут прийти на твои концерты. Например, в Москве и Санкт-Петербург. Да, 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 очень приятно мне это сделать, Поскольку ежегодно мы проводим какую-то крупную, Берем более-менее площадку, Ну, от «Тысячника» это Москва. В этом году это «Меридиан», 6 марта, 19 часов начала, Живая группа, Новые песни, Песни уже полюбившиеся, Мы там конкурс целый устроили, Перед этим концертом там, 10 песен взяли, Которые уже мы не исполняем, И провели прям такой массированный, Там просто такая... Опрос? Да, что, Какие две или три вернуть назад, Вот в репертуар, И там такие были батлы, Такие мощные спарринги, Там фанаты, фанатки, Ну так просто... Нет лучше эту, нет пьесла. По три, по пять раундов примерно, Вот так вот, как бы бились они, Ну, вот очень интересно. То есть часть репертуара концерта Составляют поклонники? Вот не часть, А вот по крайней мере, То, что касается вот двух-трех песен, Которые мы возвращаем, Это точно вот они уже, Они выбрали сами. Причем там одна песня с огромным отрывом, Там победила Грешница, Там это самая песня Грешница. Ты не исполнял ее в последнее время на концерте? Я ее не исполняю, нет. Паруш, какая песня? Ну ты зря, зря. Вот, а везде Грешницу там, Конечно, ты тоже красивый. У меня песни кончились в конце концерта. Грешницу давай, Ну, женщина обычно. Ну, конечно. А вторая какая, если не секрет? А вторая, украду тебя. Я украду тебя. И почему ты не пел эти песни раньше? Почему ты их отложил в стол? Да потому что два часа в концерте, Я просто убежден, Есть какой-то порог, Но это с опытом приходит, Ну, какой-то порог, Но нельзя делать, я считаю, Три часа концерт. Люди просто, ну, Это вскипает, Они рады тебя слушать там всю жизнь, Но момент такой есть. И вот настолько насыщенные там, И есенинские просят, Приходят отдельно, Вот они сидят, Вот эта могучая кучка, Есенина, давай. Как ты, Есенин? Все, Есенина, Начинаешь там вот это, Я московский там, Озорный гуляк. Сибирский озорный гуляк, А вот без этого тоже никак. Вот, с другой стороны, Требуют старые песни, Еще Дима помнит, Там, Все дамы делятся на дам и не дам, Все это в 90-е годы, Хулиган, 90-е годы, Разбойные песни. Сергей Петрович, Ну, все, Сейчас делаем попури, На этот блоком тоже их даем, Такой танцевальный будет забойный блок. Вот давай про попури, Буквально через пару минут, Потому что очень хочется Поподробнее об этом узнать. Сергей Любавин сегодня Не на милицейской волне. Шоу «Вечерний дозор» На милицейской волне. Шоу «Вечерний дозор» На милицейской волне. Нежность принцессы, Осанка царицы, Платье как водится в пол. Ища вчера одинокую птицу, Принц наконец нашел. И поздравления в инстаграмм, Одноклассников и друзей. Кольца свидетелей в краме, Венчанье музыканты и модный диджей. А свадьба кружится, А свадьба кружится, Сбылась твоя мечта. Тебе одной к лицу, Вот эта белая, Венчальная фата. Колокола звонят, И журавли летят, И возвращаются. И ковера поют, Песни любимые для вас стараются. Мы вам желаем добра и счастья, Долгих счастливых век. Пусть в вашем доме слышится часто Детский веселый смех. Многие лета прожить в согласии, Боже, благослови. В этом и есть настоящее счастье, Светлой большой любви. А свадьба кружится, А свадьба кружится, Сбылась твоя мечта. Тебе одной к лицу, Вот эта белая, Венчальная фата. Колокола звонят, И журавли летят, И возвращаются. И ковера поют, Песни любимые для вас стараются. Шоу «Вечерний дозор» На милицейской волне. Друзья, мы продолжаем. Это «Вечерний дозор», Милицейская волна. Сергей Любавин у нас сегодня в гостях. А Лусик что-то хотел? Так что там за попури? Ты какой-то... Смотрите, значит, новинки, Вернее, как старые, Любимые песни, Которые давно не исполнял, Вернул по просьбе, Так сказать, любящих. Не такие старые, да. Раз ты говоришь, что ты их не пел, Значит, ты их отправил, Так сказать, на заслуженный год. Нет, они так... А что еще? Новенького, ты говоришь, попури. Ну, вот попури я решил таким образом Выйти из положения, Когда обязательно в концерте Просят Есенина, Предположим, И ты понимаешь, Что одной-двух песен, Ну, не хватает людям, Не отделаешься никак. А с другой стороны, Те, кто пришел посмотреть лирику И послушать, Ну, и вот такая вот ситуация, Такая двоякая. Я решил сделать Из есенинской программы На там 12 минут где-то попури. То есть это все самые хитовые Есенинские песни. То есть людям, Которые любят творчество поэта, Они, ну, насладятся уже В полной мере. И клён ты мой опавший, И там, и так далее. То, что касается старых песен, Это вот уже действительно старых, Которые написаны в 90-е годы. Это альбом «Разбойные песни». Это касается тех времен, Которые переживала страна, Тех текстов, Которые мы, творческие люди, Переживали вместе с этой страной. Нам за них не стыдно нисколько. Мы делаем тоже попури На 10 минут, на 12. Из этих вот старых, Таких разбойных, Таких весёлых, Зажигательных песен Люди вспоминают 90-е, Вспоминают молодое творчество Сергея Любавина. Ну, вот так вот, То, что касается попури. Шикарно, по-моему. А слушай, А у тебя планируется Какой-нибудь такой камерный вечер? Ну, предположим, Когда помимо лирики, Которая будет в меньшинстве, Допустим, вот сделать прям полноценную Такую есенинскую программу И с песнями, И со стихотворением. Она есть уже. И в Питере я у Юры Гальцева, Художественный руководитель Театра эстрады, На конюшенной. Два раза у меня было вот то, Как раз о чём ты говоришь. Это полностью вечер есенина. Это живая группа. Вообще всё полностью. Амплакт. Живое исполнение. Гуляка, Клён ты мой опавший, Прощание с Эсидорой. Всё, вот нате вам стихи. Забористые стихи Есенина. Жизнь его с Дункан. Как он её лупил, гонял, Как она его любила. Всё. Трагедия, фарс, Величие русского поэта. Обалдеть. Слушай, ну это же целый спектакль получается? Получается, да, Но как бы в отличие, допустим, От Сергея Безрукова. То есть он как раз даёт спектакль, Потому что он полноценный актёр. То есть у меня такой задачи нет. Играть на сцене. То есть я пою песни, Я певец, И я читаю стихи. Шикарно. Ну и рассказываю что-то так. Я очень надеюсь, Что ты когда-нибудь, Это не только в Санкт-Петербурге сделаешь, Хотя бы сняли на видео. Но и в Москве, да. Ведь на Ютубе ты хотя бы можешь посмотреть? Есть, да. А, есть? Да, Есенин, Любавин набираешь, И всё, выскакивает этот... Ну ладно, хотя бы так. А то уж прям, что-то, да, Ленинград, Ленинград, Ленинград. Но другое дело, Что там только вполне возможно, Что звук будут забирать не с пульта люди, А... С телефона. Снимать с телефона, да. Как говорится, мы и этому будем рады. Серёж, готовясь к этой встрече, Мы определили некоторые такие музыкальные композиции, Да, и вехи. И вот следующий вех – это «Небо славян». Почему именно эту песню ты выбрал? Замечательная песня. Я считаю, это гениальная песня Константина Кинчева, Группа «Алиса». Вот она по-настоящему патриотическая. Наверное, ещё есть одна или максимум две таких песни На современном эстрадном пространстве российском. Остальные, я считаю, это песни государственные, Заказные и так далее. Это истинно настоящая патриотическая песня. Я всегда на концертах говорю, Почему «Небо славян» в особенности, Потому что почему нас пытаются поссорить сейчас, Скажем, вражеские силы, условно говоря. Потому что они есть. Они русских с украинцами, Сербов с хорватами, как-то вот так. Потому что мы для них реальная сейчас сила, Которая может им противостоять во всём. В творчестве, в экономике, в потенциале каком-то и так далее. И они этого боятся, естественно. А нам, с другой стороны, нужно жить одной семьёй, Объединяться. Пусть там кому-то надо ругаться, политикам ругаться. У них работа такая. Пусть они ругаются. А мы будем петь песни. Не должны теряться наши связи. Славянские и не только славянские. Корни у нас одни. Нашего народа. Народа нашей империи в хорошем смысле. Потому что мы, там, грузины, таксисты, Как хорошо было. Мы там жили тогда в СССР. Мы там армяне. Но мы одна семья. Так было ещё со времён Чингисхана и Тимура Хромова. Вот надо об этом и не забывать. Небо славян прямо сейчас на «Милицейской волне». Шоу «Вечерний дозор» на «Милицейской волне». Звездопад дорог отзорнись, Грозы седлают коней. Но над землёй тихо льётся покой монастырей. А поверх седых облаков Синь закалиная вы здесь. Под покровом небес мы родились. След оленя лижет мороз, Гонит добычу весь день, Но стужу держит в устье дым деревень. На милосу гробов пурга Дочь белозубой зимы. Здесь, в окоёме снегов Выросли мы. Нас точит семя Орды, Нас гнёт Ерма Басурман, Но в наших венах кипит небо славян. Мы от чудских берегов до ледяной Колымы. Всё это наша земля, Всё это мы. Заву громкую топоры, Буйные головы сечь, Но и народ сам кольчугой звенит Русская речь. И от перелезка до звёзд Высится белая рать. Здесь, на родной стороне, Нам помирать. Нас точит семя Орды, Нас гнёт Ерма Басурман, Но в наших венах кипит небо славян. Мы от чудских берегов до ледяной Колымы. Всё это наша земля, Всё это мы. Нас точит семя Орды, Нас гнёт Ерма Басурман, Но в наших венах кипит небо славян. Мы от чудских берегов до ледяной Колымы. Всё это наша земля, Всё это мы. Всё это мы. Всё это мы. Можно будет в концертном комплексе Меридиан увидеть Сергея Любавина, Прийти к нему на концертную программу. Это для столичных жителей. А для жителей славного города Санкт-Петербург... Культурной столицы, не побоюсь этого слова. Это, естественно, БКЗ Октябрьский. И это 16 марта. Да, никто не отменял. 16 марта. Милости просим. Такой расширенный концерт у нас. Расширенный. Расширенный, потому что мы используем Какие-то санкт-петербургских музыкантов. Бэк-вокал у нас. Девчонки там, это самое. Ну, в общем-то, Немножко в другой какой-то плоскости. Он такой, так называемый, питерский концерт. Мы его так называем питерский. И звучат именно питерские песни. Это мой Петербург. И они очень любят И цветок четыре раза, как обычно, Станей Булановой. А Танечка будет на концерт? Да, пользуясь случаем, Я надеюсь, и приближается юбилей У Тани 30-летие. Ну, в курсе. Скоро будет. И я ее поздравляю от всей души. У нее там 6 марта. И будет большой концерт по этому поводу. Чуть позже тоже в БКЗ Октябрьский. Ну, вот эта народная любимица. Ее в Питере очень любят. Таню. Я вот как друг ее поздравляю. Слушай, а как получилось, что и тебя в Питере? Мне кажется, что Питер Это один из самых таких благоприятствующих Тебе городов. Совершенно верно, Дим. Это вот действительно так. Естественно, это получилось. Я к этому не прикладывал Каких-то специальных усилий таких. Но самый сильный фан-клуб И почему-то вот творчество Именно с Питера Вообще все началось с Питера. Когда-то очень давно Это 20 лет, наверное, почти Позвонил мне человек с Питера и говорит А что песни у тебя? А где ты там на радио? Да и нигде. У меня только первые два альбома вышло. А почему? А что? Да вот приезжай к нам. Да ты что? Мы тут это самое. Вот у нас такой ресторан есть хороший. Мы тебе концерт организуем. И вот первое вот это движение. Они пошли, конечно, вот в Санкт-Петербург Именно серьезные такие Уже как бы как профессиональные Я стал артист сольно именно выступать. Это вот, конечно, оттуда пошло движение. И, конечно, там такой благодарный какой-то зритель Там по-особому он какой-то теплый. Не знаю. Может, тоже северная страна. Я сам из Сибири. Может быть, по снежному принципу у нас все. Может быть, Сережа. Да ладно, там что в снегу не выпадает. Там холодно там. Там сразу все замерзает просто и все. Все кадалы и реки. Сережа, а если вот эта ваша любовь настолько взаимна, Есть ли какие-то особенности? Например, каждый раз, когда ты приезжаешь в город, Ты, не знаю, там обязательно прогуливаешься по такой-то улице Или обязательно заходишь вот в такое вот кафе И пьешь там какой-нибудь вот такой чай. Есть какая-то традиция у тебя в Петербурге? Пять углов. Это мое место в Санкт-Петербурге, да. Пять углов. И это вот как раз улица, которая Улица Рубинштейна, которая в книге рекордов Гиннеса По количеству кафе, ресторанов там. Ну она не короткая, но там в каждом доме по четыре. Там насыщенная такая программа всегда. И там, конечно, в пятницу, в субботу Такое злачное место. Сейчас веселое очень для молодежи, для всего. Вот это я очень, да я вообще Питер люблю. Вообще, начиная от архитектуры И заканчивая историческими какими-то вехами, которые Вот каждый дом – это история. Либо жила какой-то поэтесса какая-то знаменитая, Либо какой-то писатель, певец. И в этом смысле, конечно, вот это… Там все история. Допустим, в отношении моего города, допустим, Где я родился, в Новосибирск, такого не скажешь. Там Новониколаевска, потом война, Переехали заводы, фабрики. Вот получился Новосибирск. Ну, в общем-то, Сибирь я сам люблю. Сибиряков в особенности. Но вот есть такие города чисто промышленные, Которые, ну вот, наверное, они живут такой Своей большой индустриальной жизнью. Питер – это другое. Это совершенно… Это культура, искусство, эстетика какая-то. Ну, так. Сергей Любавин – любимец всероссийский, Хотя сам он, да, собственно, тоже любит Всю Россию Матушку. На милицейской волне сегодня мы прервемся На пару минут. Шоу «Вечерний дозор» на милицейской волне. Лягушка папушки сам не знал куда По пути поймал лягушку около пруда А лягушка вдруг сказала – отпусти меня И в награду три желания требуй от меня Требуй, что тебе надо, я помочь буду рада И тебе в награду три желания дарю Скоро сбудется, знаешь, все, что ты пожелаешь Я за все, что случилось, отблагодарю Сразу эти три желания выбрать он не смог Попросил на первый случай золото-мешок Он теперь богат, но в душе не рад Через месяц он вновь к пруду идет Требуй, что тебе надо, я помочь буду рада И тебе в награду два желания дарю Скоро сбудется, знаешь, все, что ты пожелаешь Я за все, что случилось, отблагодарю Я хочу добиться власти в городе своем Через месяц наш парнишка выбран королем Он теперь король, но на сердце боль Ровно через год вновь к пруду идет Здравствуй, милая лягушка, сердцу помоги Не нужны мне власти деньги, я хочу любви Ты лягушка вмиг Свой сменила лик Видит наш король Девушка стоит Требуй, что тебе надо, я помочь буду рада И тебе в награду я себя подарю Требуй, что тебе надо, я помочь буду рада И тебе в награду я любовь подарю Милицейская волна Шоу «Вечерний дозор» На милицейской волне Друзья, мы продолжаем Это «Вечерний дозор», «Милицейская волна» Сергей Любавин У нас сегодня здесь в гости Сережа, вот ты недалеча, как Несколько минут назад рассказывал, что Девчонки, которые очень любят Твое творчество, делают тебе Классные подарки, которые не просто Приятно получить в подарок Ну и потом применять в жизни Как, например, вот эти самые чехлы Знаменитые для костюмов Почему до сих пор Этой фотографии нет в инстаграм С чехлами Слушай, да, идея надо сделать обязательно Мы это сделаем Бегом-бегом все Сразу в эти чехлы перегрузили Просто это наводит на мысль А Сергей или Любавин В соцсетях или там директора Не-не-не То, что касается инстаграма Я стараюсь сам отвечать Хотя сам по себе я человек не Сетевой Ну, я вот забываю очень часто И более того Для меня вот счастье Вот в Белоруссии были А там дорогая как бы эта связь Айфон там лежит вообще Пересечении границ И мы жили, мы просто жили Нормальной жизни Директор нет, конечно Все равно общался А вот для меня это такой был действительно Отдых Потому что я не понимаю как можно 24 часа вот так сидеть Это вот на любителя там история Для меня лучше какую-то книжку прочитать новую Что-то узнать новое Залезть какой-то вопрос задать в ютубе Там что-то посмотреть Чем вот общаться на уровне Как дела, все хорошо Все хорошо, как дела, как дела, все хорошо И вот это вот изо дня в день Ну поэтому, ну все равно стараюсь Потому что я понимаю, что люди интересуются В том числе и моей Нам очень интересно Да, какой-то не артистической жизнью А как мы проводим время Как мы ходим в баню Паримся Это особенно Это особенно, да Прямой эфир оттуда живая Да, да, да А делали уже, посмотрите Пели с пацанами Там приезжали борцы какие-то После этого халаты в подарок не прислали? Пели черный, черный ворон пели Какая приятная Прямо в парилке Вот, это было приятно Ну и такие какие-то Ну придумываем что-нибудь такое Но, опять же, хочу сказать Что все-таки Очень приятно с вами говорить Дима Вот, замечательно Но все-таки Хочется сделать акцент Все-таки два концерта у меня А все забываю Не-не, давайте еще раз повторим Потому что, к сожалению Нам показывают уже, что Да, да, да Почему-то наша встреча заканчивается Я не знаю почему Значит, 6 марта Сереж, давай уточним Это у нас Меридиан и Москва Меридиан и Москва Это очень хороший зал Прекрасный, с мягкими креслами Хорошая сцена Свет, звук Меридиан 6 марта Приходите Зажжем по-настоящему Потанцуем, попоем Послушаем новые песни Будет новые попури Да, да, да Будет возвращенные песни Мы помним, да И 16 марта Это БКЗ Октябрьский Санкт-Петербург Всегда мы каждый год делаем там концерты И я думаю Для питерской публики тоже Будет какой-то эксклюзив Новинки Ну и как обычно У нас всегда на позитиве Проходят концерты Люди танцуют Специально там Освобождают им места Особенно во втором отделении Зажигают там женщины Ого-го Так нас выгоняют уже из-за микрофонов Сереж, спасибо тебе огромное Что нашел сегодня для нас время Мы очень будем ждать новую встречу Спасибо, ребята, огромное И дай бог, чтобы у вас все было хорошо В «Милицейской волне» всего самого наилучшего Спасибо огромное Шоу «Вечерний дозор» на «Милицейской волне» В городе царит нарядная весна Как ты нужен мне, как тебе я нужна Но что-то все не так Говоришь мне, что ты одна Мы все жжем мосты и разбиваем сердца Химия любви – это шутка творца Лжем друг к другу ссоримся по пустякам без конца А нужно радовать А нужно радовать Когда в объятьях твоих засыпать Родную нежную так обнимать И бесконечно радовать Сознавать Разву-то кончится и будешь ждать Тебя не хочется так отпускать И вечно по тебе скучать В бизнесе пашу я, как бешеный конь В тачке дом друзья и подруга огонь А что там для души, кстати, душу давай не тронь Что случилось, детка, не надо кричать Все можно разрушить и сначала начать А не дуться и друг с другом часами молчать А просто радовать Когда в объятьях твоих засыпать Родную нежную так обнимать И бесконечно радовать Сознавать Разву-то кончится и будешь ждать Тебя не хочется так отпускать И вечно по тебе скучать Что там говорить, я и сам не святой Браская тату на груди молодой А ты все шутишь, что не твоего романа герой Я просто радую Когда в объятья твои падаю Когда ночами я тебе пою То бесконечно радую Сознаю С тобой давно уже я на краю Что сразу сдался и тебя люблю Мою девчонку сладкую Мою девчонку сладкую Сознаю С тобой давно уже я на краю С тобой давно уже я на краю Что сразу сдался и тебя люблю